Прежде чем приступить к разрешению и анализу возникших проблем жителей города, депутат Народного собрания Республики Дагестан Висампаша Ханалиев подчеркнул, что деятельность любого депутата направлена на улучшение качества жизни и здоровья и создание благоприятных условий населению. Для этого, как подчеркивает Ханалиев, необходима целенаправленная совместная работа депутатского корпуса как города, так и республики. Первым был заслушан коллективный вопрос от жителей посёлка Баматбикюрт. «Короче говоря, у нас-то репрессивно давали, запретили уже год, не дают нам это репрессивно, или год и не дают. Обидно нам. Приношать это тоже переезд хотели. Как раньше была, она ездила постоянно, когда там будка была, там охрана была, через полчаса в составе ездили и только переработали. Сейчас год, месяц, два. Ну, редко бывают боица и закрыли. Вот это вот. Разъясняя причины задержки льготных денег репрессированным, Ханалиев отметил, что федеральный закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года под номером 1761-1, а реабилитации жертв политических репрессий внесены ряд изменений, исходя из которых выплата денежных средств жертвам репрессированных обязательно, но в то же время федеральный закон не обязывает субъектам Российской Федерации выплачивать данные льготы членам семьи репрессированных». Комментариями по поводу возобновления автомобильного движения через железный переезд поделился руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Азиз Азизов. «Я так думаю, что нет такого вопроса, который бы если взяться нам всем вместе, чтобы невозможно было решать. Вы правильно говорите, мы все помним, когда там через каждую минуту пара поездов ездила, и там был переезд, и даже подземного этого не было. И все равно это решался вопрос тогда. А сейчас, в чем проблема, я сам лично предлагал, чтобы поток, который с города идет, чтобы его пустили туда». По словам присутствующих, главной задачей муниципалитета и депутатов Народного собрания Республики Дагестан, представляющих интересы хасавюртовцев, является оказание содействия и предоставление возможности горожанам проводить подобные встречи, поскольку это дает возможность доведения до правительства Республики Дагестан наиболее остро стоящих проблем города. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.